Дорогие товарищи, от имени партии Болгарских коммунистов я хочу всех вас поздравить и пожелать успех нашей конференции. А тоже мы хотим поблагодарить руководство руссо-российской рабочей российской партии за приглашение на этот фонд. Мой доклад, мой выступление называется «Великая Октябрьская социалистическая революция. Международное воздействие и значение для русского мира». Сегодня мы отмечаем столетие Великой Октябрьской социалистической революции в условиях, когда уже нет СССР. Разрушена страна, рожденная этой революцией. Контрреволюция взяла верх бывших республиканцев Советского Союза, а также бывших странах затошных европейских социализм. Мировое коммунистическое движение, которое было создано в результате победы Октябрьской революции, и которое в свое время в многих странах было авангардной силой, на данный момент в этих же странах находится на периферии социальной политической жизни. Так называемые победители бывших странах социализма, их друзья на Западе, называют Октябрьскую революцию величайшей трагедией в истории России. А ее международное воздействие, приведшее к созданию мировой социалистической системы, оценивают как самый жестокий и страшный удар, который получил риск Россия нанесла этих странам и народам. Несомненно, все это требует, чтобы мы, когда говорим о Великой Октябрьской социалистической революции, должны рассмотреть вышеуказанные клеветы и обвинения против революции. Как-никак прошли почти 30-летия, как мы существуем в условиях контрреволюции. Уже можно сравнить социально-экономические, политические и с прочим результатами контрреволюции с тем, чтобы было достигнуто революции и социализм. Притом создана база для сравнения как в плане международной обстановки, так и в плане развития не просто России, но российского мира, российской цивилизации. Великая Октябрьская социалистическая революция родилась в страшном времени. Время Первой мировой войны. Война империалистическая, война между хищниками для завоевания мирового господства. С самого начала своего рождения революция подняла призыв за мир, чтобы положить конец международной войне. В течение многих десятилетий рожденная революцией на основе русского мира, новая страна, Советский Союз, была представлена буржуазной пропагандой в качестве военного монстра. Несомненно, революция стоит столько, сколько она может защитить себя. Диалектика социализма, диалектика тех сил, которые борются и работают за торжества социальной справедливости, социального равенства и социальной солидарности, то есть за торжества действия социального коммунизма, такая, что вооружение и армии должны служить делу мира во всем мире. Во время своего существования СССР остался верным заветом Октября, верным завету борьбы за мир. Наиболее яркий пример в этом плане – победа над гидрофашизмом в ее наиболее зловейшей форме, в форме германского нацизма. Эта победа превратила СССР в мировую державу, а социализм – в пример для многих стран в мире. Международные буржуазии никогда не простили советскому государству эту победу. Мировая буржуазная пропаганда заправила все свои силы, чтобы опорочить эту славную победу советского народа. Для этой цели была выдумана концепция тоталитаризма, согласно которой коммунизм, социализм с одной стороны и фашизм с другой – братве-близнецей. Эта изощренная концепция превратилась в один из основных инструментов либералов в борьбе против дела Октября, против дела социализма. Все-таки, если мы попытаемся вовшить вкратце основные моменты международного воздействия Великой Октябрьской социалистической революции, нужно сказать следующее. Впервые было усуществлено как практическое движение «Вековая мечта человечества» о создании общества действенного социального гуманизма, общества солидарности, справедливости и равенства. Да, это практическое движение в своем начале были колебания, были ошибки, были отклонения, но самое главное было доказано, что это мечта, что это мечта не утопия, что это реальность. В результате победы 9 октября были созданы условия для коренных перемен в мире. Победа над фашизмом, распад колониальной системой, создание мировой системы социализма, избежание его большой войны во второй половине XX века и начала XXI века. Уничтожение Советского Союза не просто самая большая геокалитическая катастрофа XX века. Сегодня, когда уже почти 30 лет нет в СССР, мы видим, как человечество стоит перед бездной, поскольку исчезла оптимистическая альтернатива развития человеческого рода. Капитализм не хочет, да и самое главное, не способен на такую альтернативу. Следует, однако, подчеркнуть, что сегодня, несмотря на то, что созданного Великой Октябрьской Союзной Советской Революции и Советского Союза больше нет, ряда перемен, созданные Советским Союзом, так глубоки, что их уже нельзя подвернуть в спят. В последние годы было награждено многочисленный привет в связи с Великим Октябрем. В частности, пропагандируется представление об Октябрьской Революции как трагический перелом в истории русского мира, в результате которого страна отступила от столбовой дороги цивилизации. Сознательно забывается и скрывается факт, что трагическому пути Российская империя шла еще с того времени, когда страна начала отставать по сравнению со странами Запада. Трагедией было само вступление Российской империи в Первую мировую войну. Трагедией было, чтобы воевать за чужие интересы. Еще больше стала трагедия народа во время самой войны, как на фронте, так и в тылу. Отречение императора в Евральской революции усилили эту трагедию многократно. Страна впала в хаос, начался распад империи. Именно Ленину и большевикам пришлось расфлебывать то, что монархи и имущие классы заваривали века, а либералы после 2017 года в один момент вообще пустили победу. Большевики сумели не просто забраться снова в одно целое рухнувшую империю. Красный проект стал той живой водой, которая вдохнула новую жизнь русскому миру уже в формате СССР. В том смысле можно утверждать, что октябрь 2018 года стал первым спасением русской цивилизации. Во второй раз большевики во главе с Сталином спасли русский мир в войне с нацизмом. Но перед войной был проделан гигантский труд. Была осуществлена скоростная индустриализация. Страны Запада, используя колонии, проделывали индустриализацию лет за стат. Как сказал Иосиф Иссор Леонович по этому поводу, мы должны промежать это распространение в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо насырнув. Он оказался прав. Великая активно-техническая война Советского Союза является чрезвычайным явлением в истории существования и развития русского мира. То есть в большом евразийском семейственном пространстве, чей социальной культурой мир-дро является восточнославянским народом, Великороссии, Малороссии и Белоруссии. Чрезвычайность Великой Отечественной войны СССР заключена в том, что цель Третьего Райка не просто завоевание страны и разрушение ее социальной системы. Согласно разработанному плану ООС, цель физического уничтожения 70% русского и других народов, населявших СССР, а в целом их 30% довести до уровня говорящих статов, без исторической памяти и сознания. То есть нацистская Германия поставила в качестве основной цели окончательного решения русского вопроса. В этом смысле Великая Отечественная война Советского Союза следует назвать самой важной победой в истории русского мира. Этой победой русский мир доказал свое право остаться в истории физически и метафизически. И то в мире следует забавать этого. В третий раз коммунисты спасли русский мир, создавая ядерное оружие, которое охладило некоторых буйных голов из-за океана. Да и нечего здесь скрывать, что именно создание тогда ядерного начала в своем развитии сегодня охраняет не только Российскую Федерацию, но и мир от памятника через одной империалистической войны. Имея в виду вышесказанного, нужно сказать, что трагедией является не Великая Октябрьская социалистическая революция, а наоборот, тот контрреволюционный переворот, который был завершен в конце 80-х и начале 90-х годов, 20-го века. Эту трагедию можно увидеть везде и по всему пространству, как бывшего Советского Союза, так и в государствах бывшего восточно-европейского социализма, а даже и в таких вроде бы далеких странах, как Ирак, Лидия, Сирия и так далее, по всему миру. Сейчас, отмечая столетие 9 октября, на фоне трагедии контрреволюционного переворота мы должны сделать некоторые важные выводы, которые нужны, чтобы стали уроками для нас. Еще один отмечал, что нет страшнее врага для коммунистов, чем собственное чванство. Как второй враг он указывал на безгромотность. А Сталин, вкладывая на плену в лице КВКПД, 3 марта 1937 года, предупреждал о том, что враг прикрывается партийным билетом. К сожалению, в процессе развития социализма были допущены явления, которые создали в дальнейшем благоприятную почву для контрреволюционного переворота. Следует сказать, что относительно низкий социально-экономический уровень, с которого начал свой путь общества социализма, создали как безальтернативную необходимость формирования централизированной системы управления. Но не следует забывать, однако, что в любой герархистской структуре присутствует тенденция бюрократизации. Создание значительного бюрократического аппарата позволяет ему развиваться так, что аппарат начинает создавать свои собственные цели и налога такие модели. Социальное в общежитие общество, которое отвечает прежде всего его интересам. Таким образом, если нет контроля со стороны общества, цели аппарата могут идти по пути все больше и больше в отдаление от цели общества в целом. Бюрократический аппарат начинает формировать привилегии, пытается создавать закрытое сообщество, стремится выйти за рамки общественного контроля. Вот такие процессии и начали усиливаться со временем Крущева, когда шаг за шагом в Иркутске на мемплатуре начало освобождаться от ответственности за содеянное. Это родило антисоциалистические и антиобщественные настроения и тенденции среди высшего рпоста социалистических стран и коррумстических партий. Вот эти тенденции на стране в дальнейшем стали основой того, что в Советском Союзе и других странах Восточной Европы началась артистализация контрреволюций. Сегодня, судя по результатам, мы можем сказать, что эти тенденции сыграли одну из важнейших ролей для превращения бывших социалистических обществ в страны периферийного геноцидного капитализма. Сегодня, когда мы отмечаем столетие Великой Октябрьской социалистической революции, работаем с мечтой о социализме 21 века, случившееся в наших странах, должно послужить нам важным уроком для будущего. Важным уроком не только нам, не всем тем по всему миру, которые борются за то, что действенный социализм и социальный коммунизм, гуманизм, десоциализм, коммунизм стали базой развития общества. И поскольку в моем докладе нет ничего на нашей партии, а меня попросили, чтобы все-таки сказал, что он не хочет, я скажу следующее. На данный момент в Болгарии наблюдается реакционная волна. В связи вот с этими событиями, которые мы стали свидетелями, вот приближающаяся как новая института война, вы знаете, что сейчас вот в бывших странах социализма, вот начиная со странами Балтики, кончая вот до Болгарии, создается так называемое Трехморье. Вот это Трехморье имеет свою цель изолировать Россию от стран Европы и таким образом создать новое поле войны против России. Какая будет эта война гибридная или горячая, мы уже умеем еще, чтобы пристыть, увидеть. Но вот в связи с этим у нас начинается такая страшная реакционная антикоммунистическая и русофобская волна. Мы должны сказать, что в этой антикоммунистической и русофобской волне мы открываем вот так называемые три течения, такие антикоммунистические и русофобские течения. Во-первых, вот такой массовый антикоммунизм, глобализированный антикоммунизм. Во-вторых, это такой пещерный антикоммунизм, это крайне экстремистские формы антикоммунизма. Но, к сожалению, у нас есть и вот третья форма антикоммунизма. Вот так называемое лево-антикоммунизм. А вот этот лево-антикоммунизм, у нас есть такая партия, которая считает себя самой большой левой силой, но она как раз и является, в общем-то, носителем этого лево-антикоммунизма. Вот эта партия, например, у нас говорит, что вот когда она хочет сказать, что у нас есть всякие такие фашизидные, в общем-то, выступления, она использует вот такой термин – это «синий большевизм». У нас, значит, синий цвет – это цвет вот этих так называемых «новых демократов». Это «синий большевизм». Значит, в области, скажем, международных отношений, эта партия считает, что во главе, значит, международных отношений к современной Болгарии должен быть евроатлантизм. Вот она приближается к евроатлантическим ценностям, то есть НАТО и Европейский Союз. Вот мы считаем, что НАТО на данный момент – это та новая сила глобального фашизма, какая была в своё время нацистский фашизм. На данный момент вот НАТО является вот этой силой глобального фашизма. Что касается, вот, например, внутреннем таком экономическом, внутреннобалитическом плане, вот эта партия, например, в общем-то не отличается от других неррибералов. Вот, значит, эта партия была у нас у власти, правительство этой партии во главе с руководителями этой партии, которые сейчас являются руководителем партии европейских социалистов. Так, именно во время этого правительства, значит, у нас был, так сказать, принят, так называемый, плоский налог. Тем более, вот эта партия, в общем-то, является, так сказать, один из самых ярых поверженцев, в общем-то, приватизации. В Болгарии сделана такая глубокая приватизация, почти ничего не осталось. Сейчас был даже принят такой закон о концессиях, который вообще продал всю Болгарию. Сейчас в Болгарии можно, так сказать, концессионировать все. Даже православные церковь можно консессионировать. Если у вас хорошие деньги, так, можно все хуже концессионировать. Тюрму можно концессионировать. Уже все на продаже. Вот такая реакционная была. Восмертность осталась, виск осталась, в мировой. Вот, на городе, вкратце, я познакомил, какая у нас ситуация. Вот мы стараемся бороться против всего Ахарьева. Спасибо за внимание. И я желаю успеха нашей конференции. И желаю успеха всем вам, дорогие товарищи. Здравствуйте, товарищи. Спасибо.